Итак, начинаем запись. Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня мы смотрим с вами великолепный турнир. К сожалению, в СНГ он прошел абсолютно стороной, не было никаких анонсов. Скорее, только один сайт Games Tournament ввел его, но у них еще не открыт раздел. Полностью только в режиме бета, поэтому через Google не найдешь никаких анонсов на этот турнир. А на самом деле это очень крутое мероприятие, китайский мейджор турнир. То есть здесь победитель выиграет ни много ни мало поездку на Близко. Предыдущие мероприятия все были освещены очень и очень мощно. Я вот не знаю на самом деле, почему китайский мейджор прошел стороной. Итак, сегодня мы посмотрим два, даже три матча, два полуфинала и один финал. Собственно, в полуфинале у нас в первом будут играть Бресс против Лав Сикса. Могу сказать сразу, что эти игроки очень известны. Во втором полуфинале играет Найт Вог. Тоже игрок, который уже зарекомендовал себя. Начинал он когда-то с малого, практически с нуля. Но смог он добиться многого, действительно многого. Это было удивительно. Конечно, никто не верил в прошлых турнирах, что он может что-то показать достойное. Но вот он уже в полуфинале мейджора. Так вот, он играет с Жан Гбо, молодым игроком, неизвестным, но который показал себя на агрессивных колодах. И вот действительно играет уже в полуфинале на сцене. Итак, мы так и не представили колоды игроков в первом полуфинале. Напоминаю, Бресс против Лав Сикса. Лав Сикса у нас снизу. И М у него аббревиатура. И не помню, какая-то команда. Йоло. Что-то там. Так вот, играет Патрон против Мага. Заход у Патрона неплохой. Если удастся сыграть ему раскрутку. Достаточно эффективно. Я не думаю, что сможет Темпо Маг как-то помешать, что ли. Или как-то переломить ход игры. Посмотрим на топ-деке, это важно. Ну что, скорее всего здесь нужно будет забирать Берсеркера. Ну, отдавать шар, наверное, слабовато по Темпу. Но вот сделать ученого и удариться одним из существ. После сделать пинг. Наверное, оптимально. Ну, посмотрим, что у нас выберет. У нас выберет Лав Сикс. Интересно, если я буду вот так мотать раздумья. У меня будет все нормально? Да, довольно-таки неплохо. Лав Сикс у нас разыграл Безумного Ученого. Действительно, пинганул. Но не в Берсеркера, как я думал. А Вармар Смит. Боится он набора лишнего армора. Почти рифма. Нужно придумать легкий способ убить. Убить у нас Берсеркера. И при этом подумать, как менее всего пострадать от укуса. И от возможных двух раскруток. Потому что все-таки это будет пятый ход. Мы понимаем, что Берсеркер не тратил монетку. Там может быть и патрон, и две раскрутки. Да. И, как я понял, Лав Сикс тоже это понимает. И отдает своих двух существ с двумя единицами здоровья. Да, классная игра. Действительно, классная. Что у нас за секрет выпал, я не видел. Но, видимо, это не копия. Значит, скорее всего... Да, действительно, контрспел. Неплохой. У нас каст вылетел с существа, которые дают каст. Я не помню, как называется, чероплет или как-то так. Да. И стол пустой. И очень много патронов. И это значит только одно, что шансы... У нас Лав Сикс на победу в первом матче не так уж и велики. Посмотрим. Здесь неплохо, наверное, было бы разыграть Крошера. Кстати, есть у него классный каст, который позволит переродиться после смерти заново. Есть у него очень крупные существа, такие как Ронин. Ничего себе. Ну, некоторые играют действительно Ронина, но это довольно-таки тяжеловато смотрится. И если здесь Ронин рано или поздно погибнет, то эти стрелы против патронов... А, не так уж и хорошо смотрятся, если честно. Да, темпы маг не самая плюсовая колода против патрона. Нужно, нужно раздумывать, как же очистить этот вид стол. Интересно, с помощью пироманта это можно ли сделать? Думаю, что нет. Хотя, если бы распамить всех патронов, все чародейские стрелы попадут в полных. Новые не начнут наспамливаться, но это совсем какая-то заоблачная история. Посмотрим, что же сделает у нас... Love CX, да, действительно, он спамит. Тратит он перерождение. Смотрим. Действительно, идет такой, знаете, своеобразный All-In. Да, и стрелы летят не так, как нужно. И, собственно, пора сдаться. Первая игра прошла быстро. Но, действительно, здесь, что и говорить, патрон сильнее, чем темпы маг оказался. Заход был отличный, укус, иннервейт. И пятый ход патрона, весь набор. Собственно, здесь удивляться нечему. Love CX, по-моему, немножко расстроен. Классно сделана сцена. Действительно классно. Не до конца я понимаю, зачем сделано стекло. Может быть, такая дополнительная заглушка от зрителей. На топ-деке китайцы могут кричать невероятно мощно. Так, перемотаем еще немножко до начала матча. Да. Есть поджигатель, есть ученица. Неплохо заход против. Довольно-таки хороший. Неплохо было бы еще поймать. Какое дешевое заклинание. Или монозмея в идеале. Ну что, будет ли оставлять пироманта. Раздумывает на ману кривой у нас Бресс. И решается все-таки оставить Деслорда. Интересное решение. Деслорд сильное существо. И да, вот приходит монозмея у нас в руку. И действительно, Темп Маг заряжает сейчас по полной. Думаю, здесь пропустят. Ну, Бресс. Да, действительно. Теперь ученица. И на самом деле самый мощный, самый страшный старт, если ты играешь против... против Темпа Мага. Топ-дек важен. И топ-дек просто отвратительный. Два топ-дека. Копии. Это не то, что хочет здесь видеть. Ой, не то, что здесь хочет видеть Темп Маг. Действительно, очень плохой заход. И биться... Но биться нужно. В любом случае, 8 хп нужно пробивать. Разбивается, проверяет Контраспелл. Сначала отхилом Контраспелла. Бресс понимает, что нету. И у нас выросло существо 4.12, которое уничтожить, ну, очень трудно. Оно будет потихонечку уничтожать всех мелких существ. Лав Си Икса, и это не закончится хорошо. Классный заход обресса. Действительно, классный. Я думаю, он даже существ новых вызывать пока не будет. Это ему невыгодно. Да и не нужно. Будет под контроль и под хил Деслорда. Сейчас он обязательно убьет ученицу. Может быть, раздумывают на том, что сейчас уже пора обыгрывать ловушку. Но существ подходящих нет. Да и маны еще мало. Замораживает. Интересно. Заморозка смотрится отлично, ведь разбафан у нас. И еще и на плюс 1 к заклинаниям Деслорда. Что берет у нас дешевое заклинание. Возможно, рассчитывает на... Большее количество стрел от поджигателя. Да, темп совсем не пошел. Просто не пошел. Ну что, под контроль это нужно. Акалита подарил он одну карту. Но, возможно, это не так плохо. Ну что, пойдет по порталам? Или же все-таки крошит? Да, разбивает он Деслорда. Посмотрим, что с него упадет. Тогда уже можно будет сказать больше. Бум. Вполне себе такой неплохой дроп. И очевидный ремоуал, который дает еще и карту для Бресса. Не так уж и много существ, которые хорошо умирают против лайт-бомбы у Темпа Мага. И поджигатель имеет 2-4. И Танидас не умрет. И Макдалорана тоже, который уже есть в руке. Насколько я помню, второй секрет это тоже копия. 6-3 существо. Может быть, мне сейчас не стоило отдавать. Но Бресс... Хм, возможно, он думает, что это мисс Литтл. Ой, в смысле... Мисс Плей. Ну, действительно, 6-3 существо отдать как-то, ну, слишком. Слишком уж. Да, плицу Бресса, видимо, непонятно. Возможно, он думал, что играет соперник только одну копию. Оказалось, что их две. Интересно, есть ли контр-спелл. Да, Корсар. Корсар стоит одну ману, как будто одета угненная секира. Все, в лучших традициях. Ну что, ну нужно убивать, наверное. Да. Вот интересно, не выпустил он в итоге. Поджигатели хочет, наверное, сохранить его. Боится легкого ауе. Кстати, стрелы пошли вполне себе классно. Ну что, будет ли защищать стол? Нужно с этим что-то делать. Действительно, неприятный такой набор. Набор у Лавси Икса. Возможно, это Аукенайка и кольцо, и, в принципе, это смотрится неплохо. И можно будет подконтролить силы героя, которые уже хилят, а в данном случае демажат на 4. Да, любое существо бы смог здесь подконтролить. Не так же выпускает пираманта. Теперь стол у нас за Брэсом. Три, кстати, три секрета у нас играет Лавси Икс. Очень интересно. Он не считает, видимо, что это много. Ну что, нужно разыгрывать поджигателя или еще пока нет? Поджигатель на двух существ и пингом подконтролить, ну, как-то, на самом деле, слабовато. Да, отдает он и пираты, и безумного ученого. Я думаю, он немного расстроен, что зашел в контр-спелл, потому что безумный ученый, как я сейчас понимаю, не даст ему ни одного секрета сверху. Так что вэлью от ученого не так уж и много. Да, разыгрывает Харрисона, здесь толку от него тоже нет. И второе, Калит. Тоже выходит вполне себе классно. Здесь Крошер. Антонидоса выпускать пока рано, я считаю. Ради одного шара это плохо. Тем более, надо держать в голове то, что есть погребение, есть ШВД, и, собственно, одного шара может запросто не хватить для победы. Может быть, будет ждать Ронина, может быть, будет ждать еще каких-то маленьких кастов. Как минимум интеллект Чародеев, который поможет добрать. Ну что, Крошер, и все? Или Крошер, и он под контроль от Акалита. В этом есть смысл, потому что остались еще... Остался один избранник Вилена, остались два слова щит. Накалит мог поднабрать в весе. Неплохое слово щит. Теперь при размении с Крошером он выживет. Кабалка, скорее всего, украдет у нас безумного ученого. Какое-никакое вэлью, подхил, и не будет убивать Крошера. Магические стрелы, вот они и пришли. Но в любом случае, тот набор карт, который нужен Тепу Магу сейчас для камбэка в эту игру, его нет. Нелепое существо абсолютно. Посмотрим у нас, как вылетят стрелы. Как я понимаю, сейчас контрр-спел тоже будет разыгран. Хотя две стрелы идут в лицо, может быть, контрр-спел уже не имеет особенного смысла. Ну, кстати, с другой стороны, возможно, на один из следующих ходов можно будет сыграть Антонидеса контрр-спел. Ну, так, чтобы остаться в игре. Если не сможет обыграть у нас дешевым кастом, то погребение у нас не выйдет. А мы, кстати, видим, что в руке Брайса нет дешевых карт. Вернее, дешевых заклинаний, которыми он сможет обыграть этот секрет. Придется разменивать существами. Но их уже столько на столе, что это будет сделать не так уж и трудно. Да, на самом деле, здесь уже практически можно сдаваться, как бы это не было грустно. Ну, последний сейчас рывок сделает, может быть, убьет Харрисона, может быть, сделает пинг в лицо, оппонент пропустит ход, что-то вроде того. Но это уже совсем, совсем отчаяние. Ну, в любом случае, Лав Сейкс играет на сцене. Это один из самых, наверное, важных моментов его жизни. Сдаваться в любой ситуации глуповато. Да, идет Велен на Белчера. Теперь он вообще не уничтожаемый. 5-9. Этого хватит. Сполна. Две карты сейчас доберет, и я думаю, не за грамме. В тот момент, когда сдастся. Темпо маг. Выходит, Деслорд. Просто для того, чтобы было больше урона на столе, больше стол. Мы знаем, темпо маг не имеет никаких АУЕ кастов. Ну что, подморозить? Да нет, решает убить зомби, чё. Но имеет ли это смысл? Наверное, просто доигрывает эту партию. Немножко перемотаем. Заходит пиромант на топ-дек. Кстати, очень интересно, что в темпо маги у нас играет пироманта. Ну, в общем, перематываем мы мучения темпо мага. 2-0, Брэс Павиол. Хорошая игра от него. Да и, в принципе, матчапы на самом деле хорошие. Но, всё-таки, Престу зашло вначале великолепно. Нельзя сказать, что где-то мисплея у нас на лавсейкс. Действительно нельзя. Довольно-таки равная. Хорошая игра. Ну да, гуля смотрится прекрасно. Ломает она немножко темп. Она всегда ломает темп. И теперь... Теперь нужно думать, как убить эту гулю. Следующий ход она разобьётся и доберёт ап Акалита. Неприятно. Хотя, может быть, ведь лавсейк знает, что там у нас фризмак. Возможно, стоило разыграть и берсерки, но начинать его разгонять. Но, в любом случае, раскрутка бы оставила ирсеркуру 3 жизни, а это слишком-слишком мало. Ведь обычная ледяная стрела его бы забрала. Так, видимо, это айс-барьер у нас секрет, потому что не активен. В руке сейчас второй айс-барьер. Неплохой секрет. Ну и надо, наверное, играть и Лизу. Или всё-таки подконтролят. Нет, да, действительно, я уже путаюсь в показаниях. Укус смотрится действительно неплохо. Потому что я не думаю, что есть какой-то сакральный смысл в том, чтобы отдавать лишние карты. Фризу. Убирает он другой путь. Как именно не дать добрать Соколита. А сам, в свою очередь, добирает очень и очень много. В любом случае, патрон это воин. А воин имеет хороший винрейт против фреза. Всегда имел и будет иметь. Так, ну что, и пинг, да? Да, берсеркер умирает. Хорошая рука у фреза. Здесь у нас будет... Ну что, еще один берсеркер. Да, неплохо. Думал, что ясно, может быть, разыграет и Лизу. Но в любом случае, любой... Любая обилка героя, она только лишь в плюс. Сейчас, наверное, думает Бресс, стоит ли ему именно вот эти карты удешевлять. Конечно, это 7 карт. Ну, на мой взгляд, здесь по мане смотрится это очень великолепно. Кто знает, может быть, раскрутятся на следующий ход. У нас патрон. Хотя не хватает вестников рока. Можно, я думаю, сейчас сделать лег чародея. Не подконтроливая при этом берсеркера. И заходит у нас акалит. И заходит тот самый вестник рока. И это неплохо для Бресса. Хотя мы видим, конечно же, руку Лавс и Икса. И понимаем, что там море под контролем на этого вестника рока будет. Ну что? Как здесь разыграет? Может быть, пора уже выпускать укус. Укусы в лицо. Или же хочется экономить на раскрутке. Ой, уверен, я буду долго этот матч. Перебор, скорее всего, будет делать фризу. Ну, возможно, это и правильно с какой-то стороны. Посмотрим, что сожжется. Ну, самое худшее, наверное, Антонидас. Если он его играет, конечно. Аликстраза. Тоже было бы очень-очень неприятно. Айслендс. Ну, не самый худший вариант. Можно и пережить. Хм, ну что, делать нужно комбо. Почему нет? Все смотрится вполне себе великолепно. Также Сопирателя Сокровищ можно отдать под эту мясорубку. Нету сейчас раскрутки. И это немножко усложняет дело. Хорошо было бы сейчас выставить патрон, раскрутиться и казнью забрать. Вестник Рока, но... Как мы видим... Это не получится сделать. Ну что, придется делать укус и казнь. Не особенно это затратный. В любом случае, даже в этот ход у нас с воин настакивается Биармур. Я думаю, эта партия в любом случае упадет ему в копилку. Слишком у него неплохой заход. И что бы там ни показывал у нас Фриз, я не верю в его победу. Уже есть Армор Смит у воина. И это будет неплохое подспорье под настакивание дополнительной брони. Разменивается Собиратель Сокровищ. Добирает себе еще карт. Ну что, Таурисан. Его время, как я понимаю. И подконтролить Берсеркера. Все правильно, все круто. Смотрится. Дешевляется много карт. Приятный становится Близзард за 5 маны. А Айслендс за 2 всегда очень здорово. Ну что, вопрос в том сейчас, будет ли раскручиваться патроны. В принципе, неплохо. Можно даже и добрать. Но нет. Разыгрывает. Просто отдавая укус. И разыгруя Бума. Я бы отдал монетку, чтобы сделать настак брони. Да, так и делает у нас. Воин. Неплохо. Ну что, Близзард под Талносом, как я понимаю. Под Талносом. И секрет сверху. Интересно. Ну, Талноса хотелось бы, конечно, сохранить. Ведь стоит одну ману. И он... А, финальная... Финальная комбо из... Шквала урона. Увеличит. Точнее, усилит. Ну нет, не отдает, разумеется, Талноса. Не разумеется, просто не отдает. И пинг в лицо. Ну, хорошего дела, на самом деле, у Патрона. Я не перестаю это повторять. Сейчас он абсолютно ничего не боится. У него все хорошо. Единственное, сейчас нету под казни. Если второй вестник Рока выйдет с Фростновой или с очередным Близзардом, то все, что на столе есть, оно, скорее всего, погибнет. Но... Лав Сикс тоже это понимает. И особо не заспамливает стол. Два существа. Я думаю, сейчас будет просто Арморап. Возможно, будет Гуля. И, собственно, на этом и будет все закончено. Даже не играет Гулю. Оставляет это все под раскрутки, под Армор Смита. Ну что, под контроль. С помощью огненного шара. Интересно. Второй секрет. Ну, понимает Бресс, на самом деле, что у него очень тяжелая ситуация. У него очень мало добора. Карты есть. Вроде играть есть чем. Но нужно раскручивать свою колоду, чтобы получать больше. А вот и второй вестник Рока. И теперь развязаны руки у Лав Сикс. Он понимает, что вестники Рока кончились. И, в принципе, можно и патронов раскрутить. Не сильно, чтобы Близзард наспамил новых. Тут, кстати, и громаж зашел. Что-то я как-то упустил в тот момент. Да, и Бресс явно недоволен, скорее всего. Есть у него еще один Близзард. Но этот Близзард, скорее всего, просто... Немножечко отдалит его проигрыш. Осталось три карты. И этим вряд ли можно будет заканчивать эту игру. Пинг в лицо, конечно же. Я думаю, все, чего сейчас ждет Бресс, это Алик Страза. И даже если она сейчас приходит топ-деком, делает воину 15 хп, плюс там будет какой-то армор. Я думаю, он настолько сильно раскрутит армор смит, что... Это не будет иметь никакого значения. Пратит иннервейд. Не хочет получать никаких дополнительных... ...тычков, скажем так. Да, и вот выходит Алик Страза. И, скажем так, это вот идеальная... ...идеальная ситуация, которая могла случиться для Бресса. Она пришла... И начнется сейчас раскрутки. Может быть, даже... Да под Экалит, я думаю, даже и не стоит. Хотя, почему бы и нет... ...можно было сыграть Алик, добрать еще карту. Но, видимо, мало осталось в колодек, насколько я понимаю. И лодхип сейчас смотрится великолепно. И это будет... ...ГГ. Ну что, немножечко мы перемотаем. Все касты стоят небывалых величин. К следующему ходу, как я понимаю, сорвет у нас Айс Блок. Патрон. Давайте посмотрим. Да, срывает он Айс Блок. Два каста есть. И, в принципе, хватало бы. Но очень вряд ли показывает, что топ-дек 25% на Айс Блок. Но важно ли это? Уже это не имеет никакого значения. Какая разница? Делает пинг в лицо Бресс. И на этом партия закончена. 2-1. Его Фриз не вытащил пока. Итак, следующая партия. А у нас Конквест, конечно же, и остается Фриз. Но теперь самое-самое тяжелое испытание для Ларси Икса. Абсолютно отрицательный матчап. Но он сейчас должен придумать, как же быстро затоптать у нас Фриза. Ну что, начинает он, скорее всего, с импа. Это неплохо. 3 урона сразу же на столе. Да, играет Талласа. Не хочет он отдавать. Стрелу в импа. Возможно, ждет у нас жонглера, который предоставляет из себя большую опасность намного. Да и стрела может пригодиться в любом случае впоследствии. Пират, наверное, лучше только потому, что у него хоть какие-то статы, атакующие. Сейчас максимальную агрессию должен у нас показать Лав Си Икс. Ну что, раскопка. Посмотрим, что выпадет из второй раскопки. Наверное, в идеале это была бы переполняющая мощь или же ожог души. Но везение не на стороне Лава Си Иксы. Если бы это была переполняющая мощь, то возможно было бы сгенерировать много дамага и как-то попытается залеталить раньше, чем наступит та точка Нио Зурата. Приходит Эликстраза. Я не думаю, что она здесь пригодится в этом матче. Хотя, кто знает, может быть себя и не дотапает у нас зоолог. Рука у него шикарная. Что, яйцо и ползун? Или же яйцо, ползун и пират. На пятую ману. Просто если эти мелкие существа будут стоять уже на шестую ману, то... Может случиться и Близзард. Ну или перестраховаться. Вернее, не перестраховаться, положить яйцо на стол. Оно Баламайски от Близзарда может защитить. Ну что у нас выберет? Зоолог. Да, спамить стол по максимуму на пятой мане. Это сделать, в принципе, можно. В принципе, если сейчас было бы комбо, то... Шанс был бы очень мал на победу зоолока. А так, вроде бы, все еще не так плохо. Но комбо есть на следующий ход. Что еще противнее? Волк. Неплохо. Волк. Яйцо. Еще раз тапается. Волка, видимо, вызывать он не хочет. Да, не собирается. Видимо, считает, что стол уже довольно-таки насыщен. И боится он Близзарда, боится он комбо. Понимает, что сейчас комбо будет сложно справиться. Единственное, что может убить Вестник Рок, это Думгуард под переполняющей мощью. Но, кто знает, может быть, Думгуард и скинет эту переполняющую мощь. Ну что? Раздумывает он, видимо, только лишь над тем, что ему выбрать. Или Близзард, или Фростнову и Вестника Рока. Как по мне, Вестник Рока с Фростновой смотрится гораздо сильнее. Близзард дает аж 6 урона сразу же на начало хода. Кстати, если он сделает Близзард, то... Сейчас я посмотрю, есть ли летал. Да, действительно будет летал на следующий ход. Так что... Так что... А сейчас, есть ли летал сейчас? Скорее всего, нет. 4 урона на столе. Вместе с Волком. Это будет 6. И Думгуард. Переполняющая мощь Думгуард, это 9, 10, 13. То есть 2 оффлиттл. Или 1 мана долетала. На самом деле, не так уж и сильно хочется сейчас... Размениваться ползуном. В конце концов, он имеет сейчас предсмертный хрип. Может быть, как-то попытается защитить его. Сделает имплоужен в Собирателя Сокровищ. Да, так и случается. На 3. Неплохо. И теперь каждый ход может превратиться в последний. Разыгрывается комбо. Смотрим. Может быть, Сова. Нам подсказывают, что 6% на приход Савы. Это не она. Не похоже. Но Волганис смотрится великолепно. Может быть, он и поможет здесь в борьбе с Фризом. Так, как я понимаю, уже 2 уходили ловушки, которые дают армор. Поэтому... Нет, вторая не уходила. Значит, там действительно айс-барьер. И как бы то ни было, урона на столе все равно много. Долетала... Брессу не хватает, ну, совсем чуть-чуть. Пингует он в норуба. И бум. Страшное существо. Что и говорить. Особенно против мага, у которого висит секрет на лоу-хп. Ну, там айс-барьер, поэтому бояться, в принципе, нечего. Так, интересно, над чем раздумывают? Видимо, раздумывают над тем, чтобы поставить яйцо. Защититься еще от одного ау-е. А есть ли там еще ау-е? Так. И вот он. Фаербол. Ну что? Ну что? Ну что? Я не думаю, что сейчас во все тяжкие пойдет Бресс. Хотя он может сделать фаербол. И... Секрет. И пинг. Оставить 10 хп. У нас зоо локу. Я не думаю, что он прямо сейчас рассчитывает на Малаганиса. 9 урона сейчас. 9, 10, 11, 12, 13 урона на столе. 8 урона у нас дает айс-барьер. То есть остается сбить. Лишь 6. Да, действительно это летал. Был бы, если бы разумеется. Там не было бы секрета но Малаганиса разыграть необходимо, конечно же. На него быстрого ответа нет. Возможно, если придет айс-ленс. Да, неплохо. Монетка сохранилась не зря. Да, разбивает айс-блок. Интересно. Аккалит. Аккалит. Ну что, нужно делать интеллект. Искать, как я понимаю, второй айс-блок. Айс-ленс пришло. Можно убить Малаганиса, но это... Какой в этом смысл, когда... Да нет, скорее всего здесь будет безумный ученый. Он убьет своего безумного ученого своей же стрелой. И... В этом будет все равно мало смысла. Хорошо. Нас разыграл Варлок. Все рассчитал. Лавсикс. Большой молодец в этой ситуации. Раздумывает Бресс, но... В принципе... Тут есть над чем подумать. Ну что, мув Форсона. Когда-то он сделал на ситкапе. На ситсторе. Да. И... Калит. На дополнительный добор. Ну и осталось ли там вообще что-то, что можно спасти? Я, если честно, очень сомневаюсь. Айс-блок второй пришел. И Волхип... Ну, совсем хоронен. Да, 2-2. Ждем мы следующую партию. Смотрим. Игроки явно волнуются. Видно по глазам. И темп помог. А вот темп помог уже смотрится... На самом деле не так уж и плохо против. Фриза. Можно быстро... Разогнаться и... Фриз может просто не успеть. Ну что, разыграет он. Вчера плета через монетку, чтобы добрать безумного ученого. Но, скорее всего, даже не будет биться безумного ученого. Просто... Пойдет в лицо. Нет, решил подконтролить. Нет, решил подконтролить. Интересно. Тек-чародея. Делает еще больше таборов. Очень много мелких существ. Умбреса. Это просто очень классно для него. Хорошая взрукаловая фриза. Но, если уж быть честным, то... Рука у темпа мага тоже вполне себе неплохая. Начальная, скажем так. Но много-много лейта... В руке. Ну, я думаю, он сам виноват, что играет столько лейта. Как-то это уж... Совсем не смотрится. Как на мой взгляд, это очень тяжело. И... Возможно, это может здесь его и похоронить. Все уже давно отказались. Не то, что от игры Ронина. Многие уже отказались давно от игры Антонидаса. Заменяют его просто Рагнаросом. На самом деле, я один из этих людей. Я не понимаю... Розыгрыш Ронина совсем. Было когда-то... Скажем так, модно разыгрывать... Под Антонидаса... Тошли, чтобы он давал два... Две детали. Некоторые разыгрывали механических Йети. А до сих пор... Мы в Китае видели... Да, действительно, на этом турнире уже видели. И в азиатском мейджоре тоже. Видели, как играются маленькие... Я не помню, как называется. Маленькое существо 2.1 механизм. Который тоже дает деталь. С предсмертного хрипа. Но как-то это смотрится намного лучше, чем... Огромное существо 8. Мана и Ронин, ну... На самом деле, я очень-очень давно не видел, чтобы разыгрывали его. Но в любом случае, защищает он свой стол. Пока копиями. Близзард бы смотрелся здесь, ну, просто великолепно. Или хотя бы Фростнова. Посмотрим. И тут... Не Близзард и не Фростнова. Есть весь Никрока. Можно, в принципе, поставить его. Разыграть какой-нибудь факел. Вчера плета. В принципе, это смотрится неплохо. Или сначала сыграть факел. Безумного ученого. И потом... Точно. Почему-то я выпустил из головы тот факт, что... У нас господин Лав Сикс играет две копии. И, в принципе, сейчас очень здорово, что ему пришла копия в руку. Если не ошибаюсь, он играет три секрета. Две копии и контрспел. И... Ну, мы знаем, что проблема темпа мага против Фриза в том, что... В том, что... Как раз-таки эти копии разыгрываются. И он сам сейчас разыгрывает эту копию. Говорит, да выставляй весь Никрока. Это бесплатная очистка стола. Ну, как-то... Может быть, волнение. Может быть, он продумал что-то. Но я очень в этом сомневаюсь. Ну что, контрспел обыгран. Абсолютно бесполезным кастом. И я думаю, что... Бресс абсолютно полностью понимает, что там копия. И вот сейчас бум вышел на стол. И весь Никрока просто убивает этого бума. Ну, абсолютно глупый розыгрыш на самом деле. Копии. Это не мув на полуфинал такого крупного турнира. Убирает сейчас Акалита карту. Акалит, по идее, умрет в страшных муках Вестника Рока. Поэтому карты больше не даст. Мины не полетят в него. И переполнения не будет. Все-таки Ронин заходит. Но заходит он уже поздновато. Да, это Антонидас. Да, он берет фаерболов. Да, да, да. Все так и есть. Все так и будет. Да, даже будет подхил. Но, на мой взгляд, сейчас уже просто неплохая рука. И ой, я сомневаюсь. В том, что игра стоила свеч. Ну что, считаем урон. 3 плюс 8, 11. Плюс фаерболл. Это 17. 2 пинга, это... Он действительно не хватает. Но есть второй АС-блок, поэтому все не так уж и плачевно. В принципе, можно что-то и на топдекать. Сейчас, наверное, неплохой игрой будет разыграть. Я не знаю, Турисан, наверное, не смотрится качественно. Хотя он удешевит и... Кстати, может быть, я рано начал хранить темпы мага. Раскричался по полной. Да, посмотрим, что у нас с добора вылетит. А, нет, все. Темпы мага, хреновая колода. Слишком тяжело, слишком хреново. Этот топдек, на самом деле, наверное, спас Бресса. Но, как оказалось, был близок у нас. Лав Си Икс. Хороший он показал игру. Действительно хорошую. Большой молодец. Подводит он под одну маны. Но это, скорее, уже просто для себя. Ну и все. 9 хп у нас пробьет, разумеется, фриз. И так уж получается, что именно Бресс выходит в финал. Неплохой появился поединок. Бестов 3. Со счетом 3-2. Так, остановим запись. Спасибо. Спасибо.